Доброе время суток всем! Предлагаю вашему вниманию обзор старого и довольно известного ножа Cold Steel Pocket Bushman Обзоров данного ножа в интернете очень много поскольку модель уже выпускается как минимум 5 лет если не больше В данном обзоре я предлагаю в первую очередь познакомиться с тем, что изменилось в ноже за эти 5 лет Для тех, кто будет пользоваться ножом впервые сразу предупреждение как им пользоваться поскольку замок у него довольно опасный и существует большая вероятность прищемить себе пальцы а поскольку нож очень острый из упаковки то ширевато вплоть до хирургического вмешательства для восстановления связок Итак, нож сам по себе неволочительная особенность то, что он состоит из трех деталей рукоять выполнена из единого куска гнутого металла лезвие и сам элемент замка такая подвижная деталь которая проходит во всей рукояти также из основных элементов это два винтика и пружинка ну, клипсу мы в расчет не берем что это такое смотрим, что у нас изменилось вот это вот нож, которому уже 5 лет вот это у нас новый нож что у нас изменилось рукоять в старом ноже стала более блестящей формы, размеры остались те же самые не знаю, будет ли видно на видео но видно, новый нож он более матовый такой видно, что пресс-формы те же самые тут небольшая обмятинка тут присутствует то есть ничего не изменилось винт у меня перевернут это уже я его разбирал, чистил что еще так, вроде бы все без изменений ну, в принципе, зачем менять что-то в хорошей хорошей вещи так, смотрим внимательно на замок характерный щелчок в моем ноже более такой глухой он и так, отличия на самом лезвии в старой модели название Pocket Bushman выдавлена прессом в новом но нанесено нанесено уже краской не критичная разница формы, размеры, лезвий абсолютно одинаковые как мы видим, шпенек для открытия одним пальцем остался прежним это на самом деле не такой винт сквозной это стандартный винт с гайкой просто они декорированы под такой болтик надпись Cold Steel не знаю, видно или нет на старом ноже она такая более четко читаемая более темная на новом кажется, шрифт чуть уменьшился видно, что старый ножик имеет чуть другое углазоточки я его менял ножик характерно бреет из коробки стандартный нисколько не убиваемый когда-то и меня останавливало от его покупки то, что было пару обзоров где сломали ему кончик лезвия там колупали им чуть ли не рельсу в моем после 5 лет использования такого ничего нету единственное, он иногда может забиваться всякой грязью пылью тогда он несколько туже входит деталь замка на самом деле если его почистить и аккуратно следить продувать хотя бы воздухом то ничего с ним не случится оставлять его мокрым нежелательно поскольку рукоять может покрываться точечками ржавчины но такое у меня было только один раз когда я его действительно из мокрого кармана штанов недели на три оставил на полке без каких-либо смазок и тому подобного мы видим, что кардинально ничего не изменилось у нас за 5 лет модель как была так и остается простой надежной и такой ломоподобной многих покупателей останавливает в данном ноже то, что его рукоятка кажется неудобной поскольку она тонкая и может врезаться в палец если строгать не знаю, на самом деле мне она очень удобна ножек простой надежный такой карманный складной ломик в принципе что от него и требуется единственное не следует баловаться с этим замком поскольку он достаточно травмоопасен ножик приобретен в магазине X-Gear довольно удачный хороший магазин проще просто с ним работать и плюс его в том что товары есть сразу в наличии не надо ждать месяц очень здорово когда надо классный хороший ножик на подарок также к данному ножу идет сертификат что данный нож не является холодным оружием это всего лишь хозбит такой вот ножик приобретенный в магазине X-Gear.com.ua спасибо всем за внимание